Надежда Волгина, если б не было тебя. Пролог. Унылая пора. А чей очарование? Классики, они такие романтики. Вот и Пушкин был таким же. Не вижу очарования в этом проливном дожде. На меня он навевает тоску и скуку. Влад отвернулся от окна, но сначала опустил жалюзи. Андрей даже позы не сменил. Как сидел в кресле нога на ногу, почитывая газету, так и продолжал сидеть. Разве что потянулся к чашке и отхлебнул остывшего чая. Да-да, я знаю, что ты любишь осень, усмехнулся Влад. А вот я ее терпеть не могу. По мне так уж лучше зима с трескучими морозами. Она ведет себя честнее. И что ты там такого интересного вычитал, что даже с другом поговорить не хочешь? Влад приблизился к приятелю и опустился в соседнее кресло. — Статистика, интересуюсь, дружище. Выглянул Андрей из-за газеты. — Статистика чего? На второй вопрос друг и по совместительству со служивец отвечать не торопился. Он аккуратно свернул газету и положил ту на журнальный столик, а потом без тени улыбки посмотрел на Влада. — Нашей статистикой. Института брака. И знаешь что? Она ужасна, дружище. — Прямо ужасно! — Усмехнулся Влад. — Прямо ужасно! Больше половины браков заканчиваются разводами! — кивнул Андрей. — Ну, знаешь, я тут точно ни при чем! — развел руками Влад. — А кто при чем? Это же твоя прямая работа. Именно твое отделение сочетает пары браком. — Это просто работа, друг! — Да понятно, что работа. И я тебя сейчас не осуждаю. Все мы стремимся повысить свои показатели, увеличить число брачующихся. — Получить премию! — встрял в монолог друга Влад и для пущей важности выставил указательный палец. — Но как же любовь! — пропустил Андрей его фразу мимо ушей. — В браке она обязательно! — Я тебя умоляю, — возмутился Влад. — Откуда возьмется любовь, если куча народу женится или по залету, или по расчету, или еще по какой-то другой необходимости? Какая там может быть любовь? — Но так нельзя. Институт брака в один день может просто рухнуть. С людьми нужно проводить воспитательные работы. — Издеваешься, — рассмеялся Влад. — Где я тебе возьму столько сотрудников? Мое отделение и так едва справляется с нагрузкой. Да и бывает, что двое любят друг друга, а через годы наступает осознание, и они понимают, что заблуждались или охладели. Или наоборот, если мы будем вмешиваться в отношения каждой пары, то мое отделение рискует остаться без работы. — А то, что люди несчастны, тебя, значит, не волнует, — усмехнулся Андрей. — Ну а почему это должно меня волновать? Как там говорится? Стерпится, слюбится. Ну вот, многие ведь притираются друг к другу. — И вообще, я ухожу в отпуск, — счастливо потянулся Влад. — Кого-то назначат моим заместителем. Вот к нему и приставай. — Значит, придется пристать к самому себе, — рассмеялся Андрей. — Ты это о чем? — На время отпуска Михаил назначил меня на твое место. — Подожди-ка, — нахмурился Влад. — Он что, считает, что я плохо работаю? — Нет, он считает, что отдых пойдет тебе на пользу. — Ну все, — совсем приуныл Влад. — Прощай, моя премия. Ты же испортишь мне всю статистику. — Зато я хоть кого-то сделаю счастливым. Глава первая. Диана. — Етишкин корень, Ольховская, ну что вы творите? Подтянутый пожилой мужчина снял очки, достал из нагрудного кармана щегольского бежевого пчака платок и методично принялся протирать стекла, периодически увлажняя их собственным дыханием. В просторном классе повисла тишина. Лишь легкое поскрипывание от трения платка из стекла нарушало ее, и из тщедушной груди мужчины изредка вырывались горестные вздохи. Настолько горестные, словно он понес тяжелую утрату. И на собеседницу он бросал жалостливо-укоризненные взгляды. — Что вы исполняете, Ольховская? — уже заметно спокойнее, но не менее грустно поинтересовался он. — Дон Жуан! Невысокая девушка вытянулась перед ним по струнке, опустив и скрестив перед собой скрипку и смычок. Непослушные рыжие кудри нахально лезли в ее веснущатое лицо щекочато. От этого курносый нос девушки слегка морщился. Она тайком сдувала пряди, невольно откидывая голову назад. На пожилого же профессора виновата смотрела серо-синими с зелеными прожилками глазами. Ей было очень стыдно, просто ужасно, но и ничего сказать или сделать в собственное оправдание она не могла. — Вы играете, пицциката! — профессор поднял указательный палец. К этому моменту очки уже вернулись на переносицу, а мужчина перестал близоруко щуриться. — Пицциката! — потряс он пальцем в воздухе, и получилось это у него довольно грозно. — А что такое пицциката? Ответьте, Ольховская! — Это такой прием игры на смычковых струнных инструментах! — заученно ответила девушка, виновата отводя взгляд от пылающего осуждением профессора. — Это волшебство, Ольховская! — громыхнул, став неожиданно сильным голос профессора. — Понимаете, волшебство — это то, что придает музыке таинственный прозрачный колорит. Это же музыка, Ольховская! Музыка, что создано ласкать и ублажать слух, а не травмировать его дилетантством. Что вы рвете эти несчастные струны правослова? Профессор замолчал, явно ожидая ответа от провинившейся ученицы. Но девушка молчала. Да и что она могла сказать в собственное оправдание, когда она была согласна с каждым словом обвинителя? Пицциката всегда была ее самым слабым местом. На нем она спотыкалась чаще, чем на чем-то другом. Сейчас ей было ужасно стыдно, но и обидно одновременно. Стыдилась она недостатка таланта, несмотря на многодневные и утомительные тренировки. Сколько времени было потрачено на отработку техники игры, и все впустую. Она в очередной раз не оправдала ожидания профессора Измайлова, авторитетнейшего человека в их консерватории, настоящего скрипача-виртуоза и одного из самых любимых ее преподавателей. Обижалась же она сейчас на судьбу, что не видит ее стараний и не желает наградить хоть малыми успехами. — Знаете, на что похожа ваша игра? — вновь загремел голос профессора. — Даже бас-гитара не простила бы вам подобного обращения с собой. Вы же отрываете струны этой несчастной скрипки. Должны быть щипки, понимаете? Легкие, изящные щипки для извлечения отрывистого и более тихого звука. Он энергично приблизился к девушке семенящими шажками. Спина его при этом казалась очень прямой, даже слишком. Инструмент жалобно трынькнул, когда перешел из женских рук в мужские. Профессор положил скрипку на левое плечо и указательным пальцем правой руки слегка поддел струну. В который раз Диана подивилась и восхитилась, как этот человек может извлечь из простой скрипки один единственный звук, который наполнит волшебством все пространство музыкального класса. Далее все пальцы профессора пробежались по струнам, легко защипывая те, исполняя достаточно сложную ритмическую формулу. И волшебство приобрело особую окраску, зазвучало легко и непринужденно. «Вот так, Ольховская!» — убрал профессор скрипку от плеча и протянул Диане. «Я не утверждаю, что вы бездарь. Что-то получается у вас достаточно хорошо. Но пицциката... Пицциката идет вразрез с вашими способностями. Уж извините. А без пицциката, как вы понимаете, не может быть качественного исполнения». Оставшись в классе одна, когда за профессором закрылась дверь, Диана тихо вздохнула и принялась бережно укладывать инструмент в футляры. Мысль, что она в очередной раз разочаровала своего кумира, отравляла настроение. Оно и так у нее было не самое радужное из-за дождливой и хмурой погоды, а сейчас испортилось окончательно. Да и самокритика подливала масло в огонь. Мысли о собственной бездарности откормленными жирными червями вползли в мозг, поглощая тот изнутри. В душе рождалась знакомая слабость, как следствие беспомощности что-то изменить. Как с этим бороться? Диана понятия не имела. В такие моменты она испытывала физическое недомогание. Руки дрожали, когда закрывали футляр. Дверь с шумом распахнулась, и в класс вбежала изящная брюнетка. Она захлопнула дверь, прижалась к ней точеной фигуркой и звонко рассмеялась. Знала, что ты еще тут. — Генка Галкин опять прилип. — Давай встречаться. Я уже не знаю, как отмазаться от него. Еще и шуток не понимает. А мне смешно, когда он обижается, надувается, как сыч, уржаться с него. — Ой, а ты чего такая хмурая? — Опять наш Паганини доставал. — вмиг посерьезнела подруга Диана. — Да нет, все правильно, он говорит. Вздохнула уже в который раз за сегодняшний день Диана. Жалко себя становилось до слез. Все, что произошло на сегодняшнем занятии, Лилия рассказала вкратце, общими фразами. Да и как можно объяснить одаренному человеку, что не все такие? Лилия была лучшей подругой Дианы. Они сдружились еще на абитурии. И подруга была именно такой, суперталантливой музыкантшей, подающей большие надежды. Если верить матери Лили, то музыкальные способности у дочери проявились чуть ли не с пеленок. Еще сидя в коляске, она бурно реагировала на музыку, капризничала, если слышала плохую, и притихала, когда рядом звучала хорошая музыка. В консерватории Лиля была известной личностью. Все преподаватели ей пророчили великое будущее. Только вот беда, сама Лиля ни к какой славе не стремилась. Диана это знала точно. Удивительная девушка. Классическую музыку, так обожаемую Дианой, подруга не переваривала. Она бредила джазом, обожала исполнять его и петь. Лиля даже освоила саксофон и играла на нем чаще, чем на родной скрипке, игре на которой обучалась с пяти лет. В консерваторию подруга поступила только в угоду матери, чтобы не огорчать ту. И понять всего этого Диана не могла, как ни старалась. Лиля и ее друзья, такие же почитатели джаза, организовали группу и даже ездили на гастроли с концертами. В родном городе так и вовсе были довольно популярны. И популярность не мешала им играть в подземных переходах. Как объясняла Диане Лиля, так они репетировали дополнительно, чтобы не терять сноровки. Ну и это позволяло им подзаработать. Диана восхищалась той энергией, какую Лиля буквально источала, с какой легкостью та знакомилась с людьми, заводила новых друзей. Сама Диана так не умела, о чем оставалась, только сожалеет. «Слушай», — без предисловия перешла Лиля в наступление, как поняла по ее виду Диана. «К нам приехала группа?» Далее последовало название группы, которое Диане ни о чем не сказала. Поименные перечисления состава с краткой характеристикой каждого и буря эмоций, вылившаяся в безостановочный поток речи. Все это Диана внимательно выслушала, хоть и едва уже сдерживала улыбку. Узнала для себя много нового, конечно же, и только потом задала главный вопрос. «Тебе что-то нужно от меня?» «Я правильно поняла». Лиля кивнула и умоляюще посмотрела на Диану ярко подведенными и практически черными глазами, блестевшими, как смола на солнце. «Вовка достал билеты на концерт, и мне придется пропустить репетицию. А мальчики без меня играть не могут. Весь репертуар завязан на скрипке. Вот я и подумала, что ты могла бы меня подменить». Диана не раз ходила на концерты с участием группы Лили. И на репетициях бывало, когда позволяло время. Но еще ни разу она не подменяла подругу и не планировала этого делать. А потому сейчас невольно растерялась и даже испугалась. «Я не могу! Ты что? Я же в джазе полный профан! Как я буду играть?» Да и сама мысль об игре в подземном переходе несколько шокировала. «Она так точно не сможет. Это же нужен артистический талант, которого у нее и в помине не было, чтобы играть на потеху случайной публике». «Да брось ты!» легкомысленно отмахнулась подруга и рассмеялась. Только сейчас Диана обратила внимание, что она уже готова идти на концерт. Видно, Лиля успела уже сбегать домой и принарядиться. Правда, это она заметила. Кто-то другой вряд ли разглядел в короткой кожаной юбке, длинных черных сапогах и верхе, обтянутом черным латексом с оторочкой из искусственного меха, концертный наряд. Лиля была готичкой и любила украшать себя всякими там пряжками, цепочками и кольцами. И то, что сегодня решила обойтись без излишеств, говорила Диане о многом. «Чего там уметь?» продолжала рассуждать Лиля, не замечая испуга в глазах Дианы. «Подыграешь им и все. Но ты же, ты знаешь!» снова рассмеялась. Мыслями она уже была далеко отсюда. «А когда концерт?» «Да, собственно, я уже убегаю», виновата посмотрела на нее подруга. «Вовка ждет во дворе». «А репетиция когда?» нахмурилась Диана. «Через полчаса». «С ума сошла!» разозлилась окончательно Диана. «Как я туда пойду в таком виде?» оглядела она свой наряд из строгой зауженной юбки и белоснежной блузки. На вешалке еще дожидалось пальто нежно-бежевого оттенка. «Я же не успею даже переодеться!» «И не надо!» уверенно отозвалась подруга. «Выглядишь ты замечательно! Мальчишки просто сойдут с ума от тебя!» «Да и остальные тоже!» «Глядишь, подзаработаешь сегодня!» «Раппиция когда?» «Малчишки просто с ума оттенка!»